Я считаю скорочтение естественным процессом, особенно если существует четкая и понятная структура знаний. Наш мозг постоянно занят анализом окружающей действительности и поиском закономерностей. Так, например, вы видите не кусок пластмассы, а монитор, не набор звуков, а голос диктора. То мозг каким-то неведомым образом дешифрует получаемую информацию и переводит ее во внутренние образы. Поэтому можно сделать вывод, что если человек медленно читает, то он не понимает структуру источника информации. И понимание структуры текста это наиболее приоритетная цель по сравнению с другими техниками скорочтения. На многих курсах скорочтения учат читать не проговаривая. Или учат расширять угол зрения. Но давайте посмотрим на вот этот иероглиф. Как чтение без проговаривания или как широкий угол зрения позволит вам понять, что тут написано. А ведь перед человеком в современном мире стоят как раз такие иероглифы. Он должен расшифровывать и быстро понимать, что ему нужно сделать прямо здесь и сейчас. Тексты с нарушенной структурой очень сложно читать. Давайте посмотрим, что здесь написано. Нажмите на паузу и уделите чуть больше времени упражнения. Давайте посмотрим, что произойдет, если привычные структуризаторы будут отсутствовать. Такой текст очень сложно читать. С другой стороны, наше подсознание постоянно занимается поиском закономерности. Это легко посмотреть или легко проверить на незаконченных картинах. Вот что здесь скрыто. Какая скрытая информация. Какие неведомые звери, какие лица неведомые можно найти на этой пустыне. Можно найти чертика, а можно найти бегущую лошадь. Можно найти таракана, усики и так далее, и так далее, и так далее. Мозг человека постоянно занимается структуризацией информации. Посмотрите на этот набор букв. Надо нажать на паузу. Бьюсь об заклад, что вы даже без чтения, без проговаривания, без широкого угла зрения поймете, что здесь написано. Смысл для вас проявится ясно и четко. И вы поймете, что здесь написано, что в тексте есть большая доля балласта. Как вы поняли, что здесь написано? Здесь нету слов. Просто набор букв. Как ваш мозг, как ваше сознание определило, что здесь написано? Иногда для того, чтобы понять внутреннюю структуру информации, нужен внешний толчок. Допустим, на этой картинке зашифровано трехмерное изображение кролика. Вы не поймете, что здесь нарисовано без внешнего толчка, без внешней инструкции. Вам нужно устремить взгляд как бы за картинку, расфокусировать взгляд, и тогда перед вами появится кролик. Надо нажать на паузу. Мы живем в структуризированной информации. Допустим, адрес конкретного человека кодируется пятью элементами. Страна, город, улица, дом, квартира. Поэтому адрес конкретного человека из миллиардов людей можно закодировать таким простым способом. Любая книга структура, и она помогает читателю быстрее найти информацию. Если читатель медленно читает, это значит, что он не понимает структуру информации. Текст структурируется многими параметрами. Содержанием, ведением, заключением, знаками припинания, заголовками, выделим цветом, повторением основных мыслей. Надо нажать на паузу. Задание. Вы хотите научиться быстро читать. Какой род литературы вы желаете читать? Представляете ли вы структуру получаемых знаний? Если структуру нет, то скрощение невозможно. Допустим, это относится к художественной литературе. И второе задание. Подумайте, кто из вашего окружения может помочь вам понять скрытую структуру? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!